Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить доклад на тему особенностей эндопротезирования в детской онкологии у детей с саркомами костей. История эндопротезирования в Институте детской онкологии началась с 1979 года, когда был впервые установлен эндопротез плечевого сустава у пациента с остеосаркомой проксимального отдела плечевой кости. За этот период времени было выполнено более 400 операций. Это данные до 2015 года, на сегодняшний день операций выполнено более 500. На данном слайде представлена статистика по зависимости от локализации. Наибольшее количество – это дистальный отдел бедренной кости и проксимальный отдел большеберцовой кости. На данном слайде распределение больных в зависимости от морфологического диагноза. Большинство больных – это больные с остеосаркомой, далее идут пациенты с саркома Юинга и небольшой сегмент – 8% – это больные с различными другими злокачественными новообразованиями костной системы. И также распределение больных по стадиям заболевания. Мы видим здесь, что наиболее распространённая стадия заболевания – это 2-я B. На данном слайде представлена динамика эндопротезирования за 15 лет. Оранжевым – это ревизионное эндопротезирование, оно также имеет тенденцию к увеличению. И желтым – это первичное эндопротезирование. Мы видим, постепенно увеличивается количество операций в год. И в среднем за последние 3 года она составляет 50 операций в год. Хотелось бы остановиться на особенностях детского скелета, которые нужно учитывать при планировании эндопротезирования. Здесь мы видим особенности зон роста, которые… Вот красным обозначены зоны роста, которые составляют наибольший потенциал в дальнейшем по развитию костных структур. Это проксимальный отдел плечевой кости и область коленного сустава. Также при эндопротезировании проксимального отдела бедренной кости необходимо учитывать, что ацетабулярная впадина также является сложной зоной, зоной роста трех костей. Поэтому важно учитывать именно сохранение анатомических структур ацетабулярной впадины при протезировании тазобедренного сустава. Кроме того, особенностью детского возраста является то, что эндопротезирование носит крайне индивидуальный характер, при котором учитываются анатомические особенности каждого пациента. Таким образом, дизайн эндопротеза должен быть на основании комплексного подхода, включающего обязательно компьютерное моделирование. В данном случае несколько клинических случаев. На основании нескольких клинических случаев особенности являются радикальность оперативного вмешательства, функция конечности и, что немаловажно, возможность коррекции в дальнейшем длины конечности по мере роста пациента. В данном случае представлен клинический пример тотального поражения плечевой кости у больного с остеосаркомой. Также большой объем опухоли при поражении проксимального отдела плечевой кости. Клинический пример функциональный результат после эндопротезирования проксимального отдела плечевой кости у девочки 7 лет. В данном случае на момент операции было 5 лет и спустя 2 года отличный функциональный результат. И клинический пример эндопротезирования коленного сустава. В данном случае мы видим также хороший функциональный результат. В данном случае клинический пример тотального замещения плечевой кости раздвижным неинвазивным эндопротезом. В процессе роста ребенка здесь уже этап максимальной дистракции, то есть компенсация около 10 см плечевой кости была выполнена поэтапно. И клинический пример после тотального эндопротезирования бедренной кости у пациента с остеосаркомой диафиза с распространением до суставных зон. И мы видим отличный функциональный результат спустя год после операции. И также функциональный результат в данном случае это редкая локализация при эндопротезировании костей таза. Здесь была выполнена обширная резекция практически всех костей таза, включая максимальный отдел бедренной кости с хорошим функциональным результатом. Также редкая операция это область голеностопного сустава. Пациенту была выполнена операция с замещением дефекта эндопротезом голеностопного сустава. И функциональный результат также отмечен очень хороший. В данном случае проведен анализ также за весь период времени по осложнениям после эндопротезирования. В институте детской онкологии приведены все осложнения. И по структурным нарушениям приведены основные осложнения. Это в первую очередь инфекция эндопротеза, нестабильность, асептическая нестабильность. В детской онкологии наибольшее число осложнений именно в этих областях. В данном случае это инфекция и нестабильность эндопротеза. На данном слайде представлены данные инфекционных осложнений, динамика инфекционных осложнений за период наблюдения. И мы видим постепенное улучшение результатов. На данный период времени за последние три года инфекционные осложнения около 9%. На данном слайде представлен пример локального рецидива после эндопротезирования. В целом за весь период времени локальный рецидив составляет 6,6%. На данном слайде представлен пример, когда у пациента спустя 4 месяца, это ранний рецидив, выявлен в области оперативного вмешательства с вовлечением нерва. В данном случае нервосрадиализ. Было выполнено удаление рецидива с резекцией нерва. И сводная таблица, где можно сравнить результаты основных осложнений с ведущими клиниками мира. В данном случае это американская клиника. Здесь мы видим примерно равные соотношения. И данные клинического института взрослой онкологии. И приведены результаты, онкологические результаты лечения в зависимости от морфологической картины. В данном случае это больные с остеосаркомой. Мы видим, что 5-летняя выживаемость при локализованной стадии составляет 75%. При 4-й стадии заболевания 49%. И при саркоме Юинга данные 5-летней выживаемости у больных, которым проводится эндопротезирование, составляет 68% при локализованной стадии и 24% при диссеминированных стадиях. И хотелось бы привести несколько примеров. Это замещение дефекта аутотрансплантатом. У нас было несколько случаев при поражении костей предплечья. Это три разных случая. С различной протяженностью поражения, объемом опухоли. Операции были выполнены совместно с коллегами из реконструктивной хирургии. Мы видим здесь разные виды фиксации аутотрансплантата. Первый вид – это пластина с интрамедулярной фиксацией. И третий вид – это замещение дефекта спейсером. В данном случае большой был распространенный процесс местный. Поэтому был выбран именно такой путь замещения. И функциональные результаты – это именно все трое разные пациенты с отличным функциональным результатом у всех пациентов. И клинический случай. На этом я не буду останавливаться. Мамеджавач его приводил сегодня. Как раз на нем надо и остановить. Да, но тогда я коротко, более детально скажу. Значит, это девочки на момент операции с поражением, практически тотальным поражением большеберцовой кости. Было 5 лет. Мы видим здесь протяженность, объем поражения. Состояние после 4 курсов химиотерапии. Было принято решение, как альтернативная ампутация, замещение дефекта временной конструкции спейсером. Что мы видим здесь? Рентгенологически был установлен спейсер. В дальнейшем, спустя 2, почти года после окончания лечения, у пациентки был 4 степень лечебного патоморфоза. То есть хороший онкологический прогноз. Было выполнено удаление спейсера, замещение дефекта практически тотальным эндопротезом голени. Это моделирование эндопротеза. То есть во время операции была навигация с помощью модулей эндопротеза и бесцементная фиксация. Мы использовали частично биокомпозитный материал для замещения дефекта. И здесь мы видим это спустя 10 дней после операции. Конечность, конечно, была ортезирована. Но, тем не менее, девочка активно двигается. И мы надеемся, что функциональный результат также будет у неё очень хорошим. Ну и в итоге хотелось бы сказать, что основная цель в эндопротезировании детского возраста – это качество жизни, отличный функциональный результат и, естественно, улучшение результатов лечения. Спасибо за внимание. Спасибо, Аслан Залиханович. Вопросы Аслан Залихановича. Ну, Аслан Залиханович, вы единственный здесь детский онколог. Здесь больше нет никого. Хотя бы надо было объяснить, что такое обруч. И там девушка вынимала ногу. Это метод удлинения эндопротеза. Электромагнит. Спасибо, уже меня не надо. Электромагнитные индукции. То есть это не эвазивные протезы, специфичные для детства. И на чём вы не остановились, основной вывод при детском эндопротезировании – мы при хорошем онкологическом прогнозе должны планировать не одну операцию этого ребёнка. Поэтому основная задача после того, как онкологический результат, естественно, это первая очередь. Второе – это деликатность обращения с тканями. Как можно больше нужно сохранять костные ткани для того, чтобы этому больному выполнять ещё ни одну, ни две, ни три. А если он будет выживать, так этих операций у него будет множество. Поэтому надо продумывать вот в этом основной вывод вашего доклада. Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопрос. Ну, основной, пациент, который с рецидивом, была резекция нервы. Нет потом выполнения пластика? Я в данном случае не было пластики, резекция без пластики. Там большой объём поражения был, поэтому пластика не выполнялась. Ну, функциональный результат, конечно, был, нарушения были неврологические, но, тем не менее, конечность удалось сохранить. Спасибо. 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 Продолжение следует...